Торжественная церемония вручения наград победителям 9 сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» прошла в Белом зале Храма Христа Спасителя в Москве. Награды получили участники в среднем и младшей возрастных категориях. Конкурс проводится по богословению Святейшего Патриарха Московского и всеяруси Кирилла и при поддержке Фонда президентских грантов. Позади остались драгоценные минуты творчества, волнения и переживания участников, кропотливая работа экспертов, членов конкурсной комиссии. Для участия в финале приглашены авторы самых интересных творческих и самобытных работ. Церемонию открыл председатель издательского совета Русской Церкви митрополит Калужский Боровский Климент. Очень отрадно было листать, смотреть красивый почерк, или просто так выводил буковки. Но самое главное – не в почерке, не как написано, а в том смысле, который вы вложили в тот текст, который изложили мои молодые писатели. Будьте внимательны ко всему. Вот две важных есть добродетели – внимание и рассудительность. Внимание не только к внешнему миру, но и что происходит в душе. Запомните – это начало. Это не финал. Это начало вашего жизненного творческого пути. Идите этим путем. Примножайте свои таланты. Несите добро и любовь в мир. На конкурс в этом году поступило 800 работ от школьников из 55 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. С работами ребят ознакомились 15 педагогов-словесников из разных регионов. Каждую работу прочитали не менее трех экспертов. О чем пишут дети? Все-таки, вне зависимости от тематического направления, чаще всего дети опираются на опыт своей семьи, общения со своими бабушками, дедушками, тех преданий, которые в семье сохраняются. Очень много работ посвящены подвигу Великой Отечественной войны. И дети очень талантливо связывают тему подвига. И то, что происходило 75 лет назад, и то, что происходит сейчас, замечательная работа из Донецка традиционно. В Белом зале Храма Христа Спасителя собрались ребята 6-7 и 8-9 классов. В каждой возрастной группе по 13 участников конкурса. Будущие писатели, журналисты, поэты и ученые, священники и учителя. Благодарностью и подарком был отмечен каждый финалист. В младшей возрастной категории первое место занял школьник из Новосибирска Елисеенко Фёдор за эссе «Ликующие ангелы», рассказывающим, по словам автора, о пасхальной радости, о колокольном звоне, о друзьях, о том, что во время Пасхи не может быть ни печали, ни грусти, только радость. Благодарю вас всех за возможность участвовать в этом конкурсе, православном, дающем возможность человеку выразить свои мысли о главном, о вере, любви и о радости, о воскрешенном Господе нашим Иисусе Христе. Благодарю всех за возможность поделиться своими мыслями и словами. Победителем в группе 8-9 классов стал Фролов Кирилл из поселка Добренко Липецкой области. Школьник написал рассказ «Беглый батюшка». Моя работа была посвящена этому, то есть как один священник сбежал, ему удалось сбежать, и он пытался продолжить свой образ жизни, он также крестил людей. Это очень такая распространенная тема. Мой наставник – моя бабушка, я с ней очень часто беседую, и она мне рассказывает различные истории, и из них в итоге получаются различные рассказы с моим художественным вымыселом. Глубокие темы, предложенные участниками, предполагали знакомство юных авторов с классическими и современными литературными произведениями, отражающими православные ценности. Главная задача конкурса – помочь юным писателям раскрыть свой творческий потенциал. Ребятам конкурс позволил не только открыть источники новых знаний, но и найти важные ответы в нравственных исканиях, обрести опору для духовного развития. Во время торжественной церемонии митрополит Климент вручил церковные награды во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе. Ордена преподобного Сергия Радонежского удостоены писателей Алексей Головин и Виктор Николаев. Орденом преподобной Ефросиньи и Великой Княгини Московской была также награждена писатель, поэт Наталья Сухинина, рассказавший о своем впечатлении после прочтения работ финалистов.